Конечно, задается всегда вопрос, кто изменяет больше? Мужчины изменяют больше. Почему? Потому что та жизнь, которую он организовал, она больше зависит от него. Есть такой момент. Если женщине на 70% принадлежит вся собственность, которая принадлежит их семье, и именно ей принадлежит, то как-то там с изменами намного-намного спокойнее. Они вообще как-то там не наблюдаются. То есть оказывается, почему? Потому что человек понимает, что резко может поменяться его жизнь. Понимаешь, Аня? То есть вот в изменах там все время это сексуальная компонента. Мы все время вокруг секса крутимся. У человека спокойно могут возникать сексуальные желания не только к своему партнеру, и кто-то себя останавливает, а кто-то, ой, ну как же это, как бы клубнички не обожраться немножко, да? И кто не понесется за этой клубничкой? Когда если после этой клубнички у тебя будут какие-то глобальные изменения в твоей жизни, они тебе нафиг не нужны. И есть мужчины, которым там лет 60 уже, да, он успокоился, и ему, хоть ему и все принадлежит в финансовом плане, но ему влом, понимаешь, переверстать свою жизнь. А есть, если, например, молодой мужчина, принадлежит ему все, ничего в его жизни, вот в материальном, социальном плане не поменяется. Единственное, что вот, вот женщина, которая уже не вызывает в нем бурю страстей, и второй момент, не видит он какой-то полезности, не бывает так, что прямо, знаешь, вот только секс. Мужики, они прекрасно понимают, завтра и эта любовница перестанет вызывать какие-то такие эти сексуальные бешеные страсти, да? Но просто отсутствие секса, такого, которого бы хотелось, и плюс ты еще смотришь и видишь неравноценного партнера, который не живет с тобой там твоей жизнью, твоими интересами, он интеллектуально от тебя отстал. Или если даже не отстал, предположим, если парень только женился, там ему лет 30, да, и 2-3 года проходит, он понимает, что он выбирал себе, ну, только сексуальную партнершу, секс, ушел куда-то, да? Ну, появились дети, детей люблю, в принципе, ломать отношения не планирую, кто не планирует, кто мало верит в то, что можно встретить женщину не только сексуального партнера, а интеллектуального партнера, да, и какого-то такого по жизни тебе будет интереснее, круче, вы вместе можете какие-то более крутые цели взять, вот. Если мужчина в это не верит, ну, ладно, не буду ничего трогать, буду тихонько там себе дополнительно создавать треугольники, многоугольники, пятиугольники. Елена Васильевна, а каким женщинам изменяют меньше? То есть вы тут обозначили такое, что если, например, у женщины 70% имущества изменяют меньше, я тоже слышала про это, что красивым и богатым женщинам изменяют намного меньше, чем некрасивым и чем небогатым женщинам. А еще есть какой-то тип вот женщин, который вот мужчина так смотрит, ой, ей будет легко, там, мне будет легко с ней и на сторону. Ань, если серьезно говорить, то не от женщины зависит, изменяет мужчина или не изменяет, а от самого мужчины зависит. А если мужчину надо удерживать, да, то, понятное дело, у тебя должны быть какие-то рычаги в руках, которые для него важны. Например, у него такой бизнес, который зависит от твоего папы. И все, не будет никаких проблем. Понимаешь? Что мужчина не готов потерять ту жизнь, которой он живет. И эта жизнь зависит от женщин. От его женщины. Все, у других рецептов есть рецепт. Мужчина сам принял решение. Сам принял решение. Он хочет крепкие отношения, и он будет делать все возможное, да, чтобы удержать себя. Все. Или наскакался, или, может быть, какие-то религиозные, религиозное мировоззрение. Вот он принял решение. А если какой женщине мужчина не будет изменять, то женщине, от которой мужчина зависит. На начальном этапе отношения мужчина зависит от ее одобрения, да, то есть он хочет быть ее сексуальным партнером, страстно. И ее одобрение, ее допуск к телу, все. Мужчина ни на кого не смотрит, только она свет в окошке. Потом это заканчивается, да. Что-то другое появляется. Есть ли что-то, от чего мужчина зависит? Есть, например, момент такой, когда мужчина понимает, женщина разорвет отношения и уйдет от меня с моими детьми. Например, есть мужчина, который прекрасно понимает, что он отберет детей. Или что женщина не уйдет, да, тут проще ему. А есть, который понимает, что вот и дети также могут удерживать. Это тоже рычаг. И ничего здесь вот какого-то оскорбительного нет, Ань. Почему? Потому что если мы понимаем природу человеческую, не дается нам любовь раз и навсегда. Все, влюбился и только на этого человека смотришь. Ты будешь только на этого человека смотреть, если ты по многим пунктам от него зависишь. Вот тогда ты будешь, он будет являться центром твоей жизни, и тогда это будет тебя удерживать. Вот. Есть чем ты больше независим от другого человека, ну, тем больше, что может прилететь. Аппетит!